Привет! Что читаете? Сегодня дежурное по чтению я, Алина Осокина. Я расскажу вам о книге Дмитрия Глуховского текст. Дмитрий Глуховский – российский писатель, журналист, сценарист и радиоведущий, автор нашумевших романов «Метро-2033» и «Метро-2034», романов «Антиутопии» «Метро-2035» и «Будущее», мистического романа «Сумерки» и сборника «Рассказы о Родине», создатель книжной серии «Вселенная «Метро-2033». Текст – это первый реалистический роман Глуховского. Это книга на стыке романа нуара, триллера и драмы. Это история о столкновении поколений, о невозможно любви и о бесполезном возмездии. Действие романа происходит в современной Москве и ее окрестностях. Окно показывало смазанные ели, белый шум, ноябрьские пурги. Телеграфные столбы мельтешили и как поползшие рамки кадра в черно-белом кино. Показывали в окне Россию, которая от самого Соликамска вот вся такая белая. Елки, снег, столбы, потом прогалина с пришибленными избами, потом вокзал с силикатными авитаминозными двухэтажками. И опять елок миллион, густо и непроходимо натыкано вдоль путей. Как колючей обвито не продерешься. Но в этой нескончаемости и одинаковости природной застройки законной России и была вся ее мощь, величие и красота. И что будешь делать? Жить буду, а ты что бы сделал? Убил бы его. Ну вот, а я его простил, я пожить теперь хочу. Можно мне еще телефон на секунду? Мать не подходит что-то. Ярославский вокзал шбал свежестью и тепловозной гарью. После прокисшего пласткартного пара и после прокуренного железа тамбуров тут воздух был слишком огромный. Кислорода чересчур, и он сразу чифирем бил в голову. Москвы тоже было слишком. После проезжим распахивалось, как космос. Укутанные люди прыгали из вагонов через ров на платформу, выгружали перехваченные липкой лентой синеклечатые китайские баулы, хватали их в обе руки и разгонялись по перронам перспективу, как штурмовики на взлет по аэродромным полосам. Перспектива была дымной, и в дымке приехавшим людям прежели дворцы, замки и высотки. Илья больше других не спешил, в потоке не греб, давал себя нести. Нюхал московское небо, присматривался отвыкшими глазами к дали, удивлялся молча. Было ярко, как в детстве. Тусклая ноябрьская Москва резала глаза. Приехать он в Москву приехал, но попасть еще не попал. Вокзал был еще пока территорией окружной и засаленной Россией. Как бангладешское посольство является во всех смыслах территорией государства Бангладеш. В конце платформы было сделано сито. Илья его уже издалека привычно разглядел поверх чужих голов. Серая форма, глаза рыжущие, цепкие, наметанные раз, раз, раз. И даже собака служебная на цепи. Полное сходство. Тут понятно, она не для того. Тут она просто нюхает себе наркотики, взрывчатку, наверное. Но ведь она и страх может унюхать. Илья стал смотреть пустоту, чтобы мимо цепкий глаз, чтобы не примагнититься к ним. Стал думать ни о чем, чтобы ничем не пахнуть. Молодой человек. Он тут же застыл послушно. Как они его узнали? По оттенку кожи, по сутуленной спине, по голове пригнутой. Как собака зверя узнает? Подойдите. Документы. Он отдал паспорт. Леснули на прописку, цыкнули. Откуда возвращаетесь? Брать или правду говорить? Не будут же они проверять? Ездил, ездил куда-нибудь отдыхать, к бабке, в командировку. Как они проверят? Отбывал наказание. Справку об освобождении. Сразу таким другим тоном, с ним, с хозяйским. Достал ему справку. Лейтенант отвернулся с ней, побурчал в рацию, послушал, что ему в ответ сказали. Илья стоял молча, не спорил. Все у него было чисто. От звонка до звонка в УДО отказано. Перевоспитался Илья Львович. Лейтенант наконец обернулся к нему, но справку не возвращал. Зачем-то складывал ее пополам. Москва отъезжала вдаль за его спиной. Кукожилось. Небо ее мелело и сворачивалось. Гамма людей и рык машин глохли. Илья вроде бы знал. Ничего он ему не сделает. Просто нужно сейчас ему дать позволить почувствовать власть. Его тогда отпустят. А он отпустит Илью. Он тут за этим стоит. За этим на службу пошел. Так точно, гражданин начальник. Следуешь к месту проживания? В Лобню. Адрес по прописке. Деповская, дом 6. Лейтенант сверился с парспортом, смяв без необходимости попутные страницы. Был он, наверное, того же возраста, как и Илья. Но погоны делали его старше. Хотя это Илье, а не ему. Последние 7 лет каждый год за 3 шел. Домой едешь. Имеешь право. Хмыкнул он. 228. Прочитал он. Точка 1. Это что? Точка 1. Напомни. Приготовление и сбыт. У меня только подготовка к сбыту, гражданин начальник. Илья смотрел ему чуть ниже подбородка. Есть такая особая точка, куда следует смотреть сотрудникам во время разговора. Не в глаза и не в пол. Вот какие отзывы оставляют об этой книге читатели. Очень современная, актуальная история о человеке, которого несправедливо выдернули из собственной жизни и вернулись спустя несколько лет в мир, который он не понимает и который ему не рад, для которого он лишний. Любовь прошла, от семьи ничего не осталось, дружба рассыпалась, как песок. От прежней жизни не осталось ничего, и герой решил упрасть чужую любовь, дружбу, семью, судьбу. Книга читается быстро и не оставляет равнодушным. Текст Глуховского действительно заслуживает внимания и особого места на книжной полке. Такой атмосферы в юге событий, череды рассуждений, ожидаешь увидеть, разве что пересматривая кинолентой Юрия Быкова. К концу книги думаешь, а может быть, можно было Петру исправить все и впустить жизнь в нужное русло, как это сделал Илья. Но в том-то и дело, что все изменить к лучшему, надо быть просто таким человеком, как Илья, простым, честным и искренним. Прочитала в запой. Книга потрясающая. Именно потрясает и переворачивает. Главное, от чего не могла оторваться, это язык автора. Будничный, острый, остроумный, неправильный и красивый, оживой и жизненный. Можем добавить, что в романе точный портрет повседневной Москвы, московского будничного потока людей и небудничных точных реальностей. Сюжет также не отпускает внимания до самой последней страницы. Не люблю триллеры. Этот роман классифицируется только как триллер. Я бы сказала, это острая реальность. Очень философский роман. Составляет задуматься о многих выборах, которые мы делаем каждый день и даже каждую минуту. Не замечая их, много глубоких переживаний оставляет книга. Милиционер тянул время. Ему нравилось, что он может время гнуть, как проволоку. Тут собака друг взяла на загнанного таджика с клетчатой, как у всех с сумкой. Ладно, на учет не забудь встать. Лейтенант сунул Илье его справку. И не торгуй больше. Илья кивнул, отошел в сторону, убрал бумаги во внутренний теплый карман, где и сам отсиживался, пока допрос длился. Лейтенант уже увлекся таджиком, ведь он был перспективней. Просеялся. Контуженный мир помаленьку пришел к чувству, начал разговаривать. Но теперь, подойдя к Москве поближе, Илья видел в ней везде только то, чего издалека, из поезда не было разглядеть. Милицию. На вокзальной площади, у входа в метро, павильонок, на станциях. Хотя, может, это не в Москве было дело, а в Илье. Забирали его из лета. Выпустили в самый конец осени. И Москва, в которую его выпустили, не была похожа на ту, из которой его забирали. Москва стояла сейчас, как голое ноябрьское дерево. Влажное, темное. Раньше вся она была обросшими яркими вывесками, киосками для торговли. Чем попала? А теперь посурубела, стряхнула с себя разноцветицу, разделилась до гранита. А Илья обожал ее раньше, когда она притворялась сплошным базаром. Ему казалось, что на этом базаре он сможет купить себе любое будущее. Он приезжал тогда в Москву из своей лобни электричкой, университет, в клубы, на концерты. И каждый раз воображал себя москвичом. Надо было только доучиться, найти работу в центре и снять с друзьями в квартиру. В Москве земля была волшебная, удобренная гормонами роста. Ткни в нее свои желания, и вырастут, и работа денежная, и модные друзья, и девушки самые красивые. Москва и сама была от себя пьяная, во всех своим хмелем угощала. Не все было возможно. И от Москвы не было бы, если бы Илья отщепнул от ее пахнувшего сладкого теста свой кусочек счастья. А сейчас она как будто ему снилась. Она ведь часто снилась ему там. Она стала строже, серьезней, официальней. И выглядела от этого по понедельничному. Он узнавал ее и не узнавал. Чувствовал себя в ней чужим, туристом. Туристом из Соликамска. И еще из прошлого. Немного постоял на площади трех вокзалов среди других иногородних. Можно было сделать вдох и проморгаться. Проморгался и пошел. Он ступал по Москве осторожно, чтобы она от слишком широких взмахов и слишком уверенных шагов и в самом деле не оказалась бы сном и не рассеялась бы. Чтобы не очнуться от нее в масляной серой тюремной хате, в зябкой духоте. Но Москва стояла надежно. Она была за правду и навсегда. Его освободили. Точно. Освободили. Илья купил на предпоследний день гибилет в метро и поехал под землю. Ему навстречу конвейерам вынимало из недр московских людей. И тут можно было посмотреть им на лица. Люди за семь лет успели приодеться. Вперед и вверх они глядели решительно. Многие взбирались по ступеням, не могли дотерпеть полминуты. Наверху безотлагательные дела. «Москвичи очень спешат жить», – вспомнил Илья. Из всех встречных, а там и были и обнимающиеся любовные старики, и поп в телефоне, не сдающийся возрасту панк, Илья запинался только о женщин. Так он за эти годы отвык от них. Так забыл, до чего они на людей не похожи, до чего их прекраснее. И если вдруг одна из них отвечала Илье на его взгляд своим взглядом, то он за эту ее блесну цеплялся. И она рвала, тащила его в свой притовоток за собой, на поверхность. Потом какая-то поморщилась, фыркнула неслышно. Илья сразу осел, сжался. Ведь они мне могут понять недавнего арестанта. У него на лбу это написано. Куртка на нем сидит, как роба. Женщины чуют опасность мужчине, чуют голод и ненадежность. Это у них звериное, безошибочное. Телефон стал для души резервным хранилищем. В нем самые яркие наши воспоминания. Мы храним наш смех в фотографиях. Яркие минуты счастья, видео в почте, наставления от матери и деловая подноготная. В истории браузеров то, что нам интересно на самом деле. В чатах признание в любви и прощание. Снимки соблазнов и свидетельства грехов. Обиды и слезы. Такое время. Картинки, видео, текст. Телефон – это и есть я. Тот, кто завладеет моим телефоном, для всех остальных станет мной. А когда все узнают, будет уже слишком поздно для всех. Роман был поставлен как театральный спектакль в Московском драматическом театре имени Ермоловой режиссера Максима Диденко. Затем в широкий прокат вышла экранизация режиссера Клейма Шипенко по сценарию самого Глуховского. Главной ролью в этом фильме исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус. Фильм добился успеха в прокате и получил положительные отклики российских критиков. Сам Глуховский за сценарий получил приз в Росуашале на фестивале российского кино в Анфлёре. Чем же стал телефон для главного героя и как он изменил его жизнь? Узнать это можно только прочитав книгу. А найдете вы ее в читальном зале нашей библиотеки. А вы читали Глуховского? Делитесь в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова